Привет! В предыдущем видео мы поговорили о профессиональной среднеформатной камере Mamiya RB67 и я весь видос светл на то, что она тяжелая, хочется чего-то полегче, ну сказано сделано поэтому сегодня поговорим о несколько облегченной версии, это Mamiya 645E Mamiya 645E это также среднеформатная зеркальная камера, одна объективная но это уже не профессиональная версия это вообще была последняя не автофокусная камера, изготовленная компанией Mamiya выпущена она в 2000 году ее предшественницами были множество камер 645E, это 645E Pro, 645E, 645E чего-то там еще супер их в общем был целый модельный ряд, а, SVX, SV, в общем там целая куча я могу приложить ссылку, там будет полный перечень с некоторыми описаниями, если будет интересно, посмотрите но это была последняя камера из этой серии, и она была специально сделана бюджетно, это бюджетная версия просто для фотолюбителей и тут Mamiya сделали классный ход, эта камера хорошо продавалась и имела все, что нужно фотолюбителю и ничего лишнего здесь не было, но для профессионалов ее было недостаточно, для профессионалов был целый арсенал упущен Mamiya а вот для фотолюбителей таких вот простых пацанов, как я, это самый удачный вариант поэтому сегодня мы с ней познакомимся поближе итак, опять же, переключимся на вид от первого лица, от лица владельца эта камера у меня сравнительно недолго, порядка двух месяцев и я на нее уже немного поснимал, у меня есть некоторый опыт съемки на нее есть уже первые впечатления, есть что о ней рассказать ну давайте вообще рассмотрим, что она из себя представляет, во-первых, будем, знаете, отталкиваться от того, что я буду ее сравнивать с Mamiya RB67 то есть я сначала поснимал годик на ту, сейчас переехал на эту и все будет познаваться в сравнении, как обычно так вот, во-первых, она легче, если RB67 в моей комплектации, как в моем предыдущем видосе, весит 2,5 килограмма то эта камера вот с этим объективом, вот в этой комплектации, весит всего 1340 грамм и в цифрах, может быть, это не так уж и много, но по ощущениям это колоссальная разница если вы хотите гулять с ней по городу целый день и снимать с рук, то это огромная разница, поверьте мне во-вторых, это камера Monolith, то есть она, в отличие от RB67, не разбирается здесь ничего открутить нельзя, кроме объектива, ну, естественно, объективы меняются все остальное здесь так, как есть, она не разборна именно это ее отличает от профессиональных версий 645 серии там тоже можно менять и призму, разные призмы, разные задники, там что-то там еще какие-то аксессуары есть, здесь вот она в таком виде существует но, должен сказать, что все-таки к ней есть ряд аксессуаров давайте поговорим о том, что с нее можно снять с нее можно снять объектив в данном случае это также китовый стандартный объектив который к ней шел 80 мм, 2.8 диафрагма, мультипросветление ну, Mamiya Sikor, как обычно, крутой объектив, сделан в Японии хорошая штука, мне он нравится корпус, корпус, почему получился такой легкий? во-первых, она физически меньше, так как здесь формат кадра не 6х7, как у RB67 а 6х4,5, он меньше за счет этого и зеркало меньше, и конструктив камеры меньше, и, соответственно, она легче потом еще это связано с тем, что корпус камеры из пластика по ощущениям это похоже на прессованный под давлением пластик как вот Canon E1, который у меня есть обзор вот на ощупь примерно что-то то же самое пластик толстоватый, достаточно крепкий но, тем не менее, это не металл если его уронить на бетон с высоты роста, собственно то, скорее всего, вы с ней распрощаетесь так вот, что здесь можно открутить? можно открутить объектив собственно, давайте это и сделаем оп, сняли объектив здесь другой байонет именно для 645 серии наше зеркальце, оно, естественно, поменьше и, собственно, все, это все, что вы можете с нее снять заряжается пленка интересным немножко образом отличается от RB67 открывается задняя крышка здесь находится, я не знаю, как это назвать в общем, типа кассеты, типа держатель вот сюда заряжается обычно 120-й формат пленки вот приемная катушка, сюда заряжается новая катушка, все это протягивается сюда если вы смотрели предыдущий обзор на 67-ю RB, то там я рассказывал, что ее можно ошибиться и криво зарядить и, в общем-то, это несколько возможно и для этой именно кассеты сюда тоже можно физически это возможно физически перевернуть пленку и зарядить не той стороной но здесь как-то более очевидно нарисована картинка в общем, тоже следите за этим вот, заряжается он довольно просто сюда вставляется новая катушка, замыкается сюда использованный валик вставляется, замыкается все это дело прокручивается вот так и вот стартовый маркер для того, чтобы нормально работал счетчик формат кадра 6х4,5 см как видите, да, он поуже, пошире мне этот формат даже больше нравится, чем 6х7, если честно есть еще кассеты 220-й формат отдельно они продаются, но кому они уже нужны такую пленку даже не вижу в продаже здесь задник, естественно, не вращается как у 67-й RB поэтому, если хотите сделать вертикальный кадр, будьте добры переверните камеру вертикально ну, плюс это или минус решать вам мне вообще не обломно она тем более достаточно легкая с рук на нее снимать довольно легко вот, прикрутили с рук на нее с рук с нее снимать довольно легко здесь затвор уже не центральный здесь шторный затвор режимы есть полностью ручной, это естественно и так как здесь уже есть электроника и причем здесь электроника довольно такая уже более-менее продвинутая все-таки 2000-й год, 21-й век начался здесь приоритет диафрагмы давайте посмотрим на объекте фокусировка здесь осуществляется классическим кольцом фокусировки никаких мехов, как это было раньше выбор диафрагмы шкала глубины резкости в общем-то ничего тут суперинтересного нет далее посмотрим на колесо выдержек так вот, есть автоматический режим точнее, приоритет диафрагмы чтобы включить приоритет диафрагмы есть такой бегунок на объективе а это авто, м мануал то есть в данном случае от объектива через вот эту передачу будет передаваться значение диафрагмы выставлено на объективе в мозге камеры в электронной если вы ставите M то камера будет игнорировать вот эти ваши показания и будет управлять только выдержкой так вот, поставим на автомат выберем автоматический режим и все, и камера у нас будет подбирать сама выдержку экспонометр здесь за объективный TTL, центровзвешенный больше ни в каких режимах он работать не может но и этого достаточно так вот, есть автоматический режим есть режим автоматический блокировка экспозиции то есть вы навелись какой-то предмет по которому будете экспонироваться зажали на половину клавишу спуска клавиша спуска здесь классический как на 67 справа внизу также с блокировкой значит навелись зажали на половину клавишу перевели композицию и щелкнули да и камера отработает так как вы замерили есть бесконечная выдержка есть здесь блокировка такая кнопочка чтобы не улететь куда-то в не автоматический режим здесь есть блокировка нажимаем и поехали дальше от одной тысячной до 1,60 это выдержка синхронизации так как здесь шторный затор поэтому не центральный да, как это было в РБ-67 поэтому нужно помнить, что вспышку используем только на этой выдержке или длиннее и поехали до 1,00 секунды две четыре бесконечно и вернулись на автоматический горячий башмак да, уже все-таки 21 век здесь есть регулировка ну то есть несение поправок да, по ступеням плюс-минус две ступени с шагом в одну третью это очень круто очень удобно экспонометру мы говорим о том вообще электроники какая у нас пленка заряженная вот этим колесом от 25 ISO до 800 до 800 если требуется куда-то еще выше там до 1600 или еще куда-то можете воспользоваться поправками это будет равноценно счетчик кадров работает прекрасно так как здесь формат кадра 6х4,5 поэтому сюда входит уже не 10 кадров как на РБ-67 а 15 но их размер будет поменьше что у нас тут еще на этой стороне значит переключатель мультиэкспозиции то есть если мы переключим сюда то при смотке взведении камеры пленка не будет перематываться если оставим здесь то камера будет работать в штатном режиме при взводе затвора будет перематываться и пленка если вы помните про РБ-67 я говорил что там нужно отдельно взводить затвор и отдельно перематывать пленку то здесь это не требуется так у нас здесь ТТС как будто так как мы крышку только что вскрывали счетчик сбросился прокрутим пленку как будто мы зарядили до первого кадра оп счетчик остановился на единичке и у меня уперся взвод все кнопка спуска готова давайте поставим одну тысячную пока все сработало и для удобства работы есть еще такая штука вжух мы во-первых и камеру звели и перемотали пленку счетчик кадров тоже перешел на позицию 2 очень удобно блокировка кнопки также присутствует в rb67 был режим съемки при подъемом зеркала здесь он тоже присутствует и тут он намного проще вы просто давайте я даже сниму объектив чтобы вам было это лучше очевиднее видно так вот оно нам зеркало вот клавиша ну рычажок при подъеме зеркала все это все что требуется от вас сделать намного проще чем в rb67 все вернем объектив на место и сделаем кадр момент на блокировке или нет а камера не взведена была все и зеркало опустился в общем круто удобно все очень мега продумано она очень удобная кармашек для напоминала к себе о том что за пленка еще важный момент если вы как и я имеете не стопроцентное зрение то очень крутой видоискатель во первых здесь пентапризменный видоискатель а не шахтный как было у меня на rb67 поэтому нет отражения по горизонтали да инверсии поэтому мне удобнее работать я постоянно снимаю на зеркалке узкоформатный мне удобнее с таким вот видоискателем работать здесь видоискатель покрывает 94% кадра площадь кадра он довольно светлый удобный там фокусировочный экран не смены естественно но эта камера не разбирается там есть микро растр там есть матовая зона там есть клинья додена в общем полный набор который мне нравится и дико удобно с ней работать так вот здесь есть подстройка под диоптером под зрение от внимание минус пяти до плюс пяти когда я снимаю на эту камеру я не беру с собой очки мне это не требуется и это очень очень и очень еще раз повторяю удобно при всем при этом она легкая это по управлению по ее плюсам что у нас тут еще батареечки она использует 4 lr 44 которые сейчас продаются в любом часовом магазине стоят копейки с этим проблем нет штативное гнездо тут ничего интересного это порт синхронизации как там x-порт или как он называется в общем для старых вспышек по поводу аксессуаров что сюда можно прикрутить 120 держатель 220 который продается отдельно порядка 20 объективов официально выпущенных мамии сикора есть еще наверняка которые не мамиевские объективы сюда можно прикрутить есть переходники под другие байонеты если поискать в общем парк оптики довольно большой при этом качество естественно ничуть не хуже чем у предыдущей версии потому что вот эти же объективы точно этот же объектив является китовым для профессиональных мамии 645 серии поэтому в плане качества изображения нет никакой разницы будь и вы на то или то с ней просто ваш набор функций инструментарий здесь несколько меньше тут нет ничего лишнего тут все то что мне именно нужно больше я от нее ничего не хочу а какие тут еще есть вещи интересные помните я говорил про rb67 что проблема с ремнями та же история здесь другое крепление в 645 серии есть два вида крепления в зависимости от модели здесь другие и опять же найти ремешок на эту камеру большая проблема и опять же на ценах на эти ремешки спекулируют продавцы на там алиэкспресс на ebay и на амазоне еще где-то поэтому к сожалению я пока еще не обзавелся своим ремешком мне еще здесь нравится очень наглазник причем он встроенный то есть его нельзя снять он штатный очень мягкий прикольный с ним удобно работать прям прям советую прекрасное ощущение от работы с этой камерой снимать с рук очень просто без каких-либо проблем если rb67 я не мог с рук снимать нормально то на этой камере проблем нет и я прям очень хочу заиметь нормальный ремешок чтобы она висела на плече на шее и не убирать ее в сумку каждый раз когда я передвигаюсь далее значит порядка двух десятков объективов объективов к ней есть два варианта ручек в смысле гриппы так называемые есть по-моему праворуки гриппы слева руки по-моему даже я где-то видел грипп продавали на ebay к этой камере есть различные варианты гриппа с перемоткой пленки есть даже электроперемотка электровайндер причем он изначально не для этой камеры а для другой 645 камеры но сюда тоже подходит в общем есть чем разгуляться у этой камеры еще в видоискателе я к сожалению это никак не смогу снять но если погуглите картинки я думаю найдете там светодиодный индикатор то есть там прям есть шкала с выдержками в углу экрана и она будет показывать какая выдержка выбрана и какая при этом рекомендуемая даже если вы снимаете в ручном режиме это очень удобно и она все это дело показывает очень удобно использовать еще один плюс который ну может быть притянут за уши но лично для меня он имел некоторое значение если вы посмотрите модельный ряд объективов на rb67 то там обнаружите что крепление для фильтров имеет достаточно большую большой диаметр там порядка 77 миллиметров там 70 что то там в общем порядок цифр такой ну и соответственно фильтры для таких объектив таких диаметров стоят ощутимо дороже здесь же 58 диаметр в общем так как площадь кадров 645 серии меньше соответственно и диаметр объектива диаметры линз меньше потому что им нужно меньшую площадь кадра покрыть за счет этого и диаметры фильтров здесь да крепления меньше что ощутимо снижает стоимость этих фильтров поэтому на эту камеру я через переходник могу прикрутить свои фильтры которые используют на канона и один у меня там резьба 55 здесь 58 я уже примерил свои фильтры и обнаружил что в принципе даже 55 фильтр через переходник здесь не должен обрезать не должен по крайней мере видоискатели этого не заметил и там если смещать немножко еще фильтр даже понятно что есть запас вот поэтому как придет мне переходник я сразу же прикреплю я сниму и там будет ясно но я уверен на 90% что съедаться площадь кадра не будет даже от переходника с меньшим диаметром как вы поняли впечатления у меня они только положительные но тем не менее обзор честный и я не могу обойти ее минусы поэтому озвучу минусы первый минус у нее легкий вес благодаря тому что она сделана из пластика поэтому с ней надо быть намного аккуратнее чем с полностью металлической RB67 она сделана из пластика пластик не супер крутой бывает и крепче поэтому надо с ней быть аккуратней второй минус если вы обратите на эту надпись несмотря на то что Mamiya японской компании все ее камеры собирались в Японии именно эта Mamiya 645E так как она бюджетная собиралась в Китае из японских комплектующих поэтому в общем неприятненькая надпись еще один из минусов который пока не подтвердился но я его ожидаю по опыту использования Canon E1 на котором я делал обзор он замерзает Canon E1 там используется та же батарейка что и здесь 4L R44 так вот Canon отказывается работать по причине того что замерзает именно батарейка она перемерзает у нее падает напряжение и ток который она может отдавать поэтому камера начинает отказывать да и сами мозги у Canon тоже замерзают есть другая версия этой же батарейки 4SR44 там что-то серебряно-оксидное или серебряно-цинковое я не помню как правильно называется но суть в том что 4SR44 переживает более низкой температуре но она не везде продается я в своем городе ее не нашел только на заказ с интернета и она ощутимо дороже стоит я ее пока не попробовал мне не было такой необходимости так вот по опыту использования Canon E1 и там такая же батарейка я ожидаю что это атомамия тоже начнет тупить при падении температуры где-то за минус 5-10 не уверен что я буду снять при таких температурах хотя кто знает придет осень зима и там уже посмотрим итак подводя итоги камера клевая то есть если вы фотолюбитель и не супер ультра профессионал то камера действительно клевая удобная здесь ничего лишнего и она достаточно легкая поэтому с ней большое удовольствие ходить по городу снимать на нее действительно получаешь удовольствие от съемки потому что здесь все как-то так продумано нет ничего лишнего ничего не мешает не отвлекает как это было в rb67 поэтому я от нее не требую чего-то сверхъестественного от меня она не требует каких-то супер знаний там тонкости чего-то еще я просто снимаю получаю удовольствие и получаю действительно неплохой результат за счет клевая фирменной оптики мамея секор при всем при этом я спокойно готов смириться с рядом ее незначительных минусов и немногих минусов еще у нее достаточно приятная цена она по цене сравнительной или немного дороже чем rb67 но извините это все-таки камера уже двухтысячных годов то есть она была выпущена спустя 30 лет после rb67 ну поэтому вы должны понимать вот состояние этих камер на текущий момент очень хорошее потому что им не так уж и много лет и все-таки такие камеры приобретали более-менее понимающие люди фотолюбители они достаточно бережно к ним относились поэтому найти их в хорошем состоянии не состоит труда ни в России ни на ebay ни на амазоне там или еще где-то на каких-то площадках аукционах и так далее предложений много единство что к ней опять же надо найти ремень ну и тогда вообще прям будет счастье вот в общем мне эта камера очень нравится и в основном я сейчас снимаю именно на нее а на rb67 да площадь кадра поменьше но здесь оптика вот по моим ощущениям я не готов наверное спорить об этом но чисто по моим ощущениям здесь этот объектив лучше чем тот который у меня на rb67 стоит надеюсь что этот обзор был вам интересен я пару ссылок естественно интересных прикреплю под видео вот если будут вопросы пишите задавайте если есть предложения конструктивная критика или еще что-то готов пообщаться пишите будем разговаривать желаем крутых фотографий учитесь развивайтесь до новых встреч пока